Мобильное приложение Сделать это можно в разделе «Счета». Ну а после проведите оплату. Выполнить нехитрые условия нужно до 30 апреля. Итоги акции «Всегда под рукой» станут известны 13 мая, когда 25 победителей получат подарочную карту в магазин ДНС на 4000 рублей. Напомним, приложение «Мой дом 59» дает доступ ко всем поставщикам услуг, подключенным к системе. Также пользователи могут увидеть все начисления в одном окне, задавать вопросы, оплачивать коммунальные услуги, проводить корректировки и многое другое. Здравствуйте! Сегодня суббота, 2 марта. На основном городском телеканале «Соль ТВ» начинается программа «Новый взгляд. Итоги». В студии Евгения Константинова и вот некоторые темы этого выпуска новостей. Чем закончилась проверка контрольно-счетной палаты по итогу ремонта бассейна «Лесной сказки»? «Заказчик направил в адрес исполнителя 10 претензий. Всего на общую сумму 190 тысяч рублей». Когда обновится хирургическое отделение Соликамской горбольницы? «Сегодня проектно-сметная документация готовится подрядчиками. 21 марта они нам должны передать ее». Кто помог организовать досуг людям серебряного возраста в сельских территориях? Это возможность проводить больше времени друг с другом. Именно привлечь людей старшего возраста к активному долголетию. В этом году запланированы глобальные ремонтные работы с Соликамских учреждений здравоохранения. Подробности знает Олеся Петровичева и сейчас все расскажет. Ирина Давыдова с переломом ноги находится на лечении в Соликамской горбольнице. Я уже третью неделю лечусь. Очень хорошо. Персонал очень хороший, врачи очень хорошие. Кормят очень хорошо, вкусно. Женщина довольна условиями пребывания в больнице. И вместе с другими пациентами и персоналом горбольницы терпеливо ждет обновление хирургического корпуса. Ремонтные работы запланированы сразу после окончания благоустройства инфекционного отделения, сообщил главный врач Соликамской горбольницы. «Сегодня проектно-сметная документация готовится подрядчиками. 21 марта они нам должны передать ее. После чего в течение 45 дней мы проходим госэкспертизу и подаем данные документы Минздрав Пермского края на финансирование». На данный момент прорабатывается проектно-сметная документация с поэтапностью капитального ремонта данного корпуса и увеличение числа коек. После этого доработанный проект будет реализован в полном объеме. Все это находится на контроле регионального Минздрава и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. По его словам, за четыре года в регионе построено 21 новое медучреждение. Среди них больницы, поликлиники и сельские врачебные амбулатории. Также возведены 160 фапов. «Важно не только строить новые объекты, но и приводить в порядок, оснащать современным оборудованием существующие здания медучреждений. В связи с этим отдельная работа в регионе ведется по капремонту объектов здравоохранения». Оказание качественной медицинской помощи в приоритете краевых властей. Напомним, в прошлом году по инициативе Дмитрия Махонина было выделено дополнительно более 1 миллиарда рублей на проведение капремонта 12 объектов здравоохранения. В этом и следующем годах предлагается предусмотреть 1 миллиард 600 миллионов на проведение комплексного ремонта еще 16 изданий. Олеся Петровичева, Михаил Морошкин, телекомпания «Сольтове». Контрольно-счетная палата Соликамского округа провела проверку целевого и эффективного расходования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт бассейна в «Лесной сказке». Чем она закончилась, смотрите далее. 8 декабря 2023 года в детском лагере «Лесная сказка» яблоку было негде упасть. Основная причина – долгожданное открытие бассейна. Мы вошли в программу развития Соликамского городского округа. И такая огромная, яркая точка – это наш бассейн «Новая волна». Новая – это новая жизнь нашего бассейна. Первый раз он простоял 50 лет. Хочется, чтобы после капитального ремонта он простоял еще дольше. Отметим, ремонтные работы проходили за счет средств регионального и городского бюджетов, что и стало причиной обращения внимания контрольно-счетной палаты. Специалисты провели проверку целевого и эффективного расходования средств бюджета, направленных на капитальный ремонт бассейна. Все оказалось не так благополучно, сообщил председатель КСП Игорь Баженов. В 2022 году заключен договор с обществом «Техноталь» на капитальный ремонт. Стоимость работы определена в размере 33 миллиона 200 тысяч. Срок выполнения – до мая 2023 года. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, заказчик направил в адрес исполнителя 10 претензий всего на общую сумму 190 тысяч рублей. На момент проведения проверки исполнитель не оплатил штраф ни по одной претензии. Итоги проверки были озвучены на очередном заседании депутатской комиссии. Основной вопрос, который подняли депутаты – вернет ли заказчик деньги в бюджет? А как считают специалисты КСП, заказчикам приняты не все меры, чтобы привлечь подрядчика к ответственности. Есть договор, в котором приписаны условия, в соответствии с которыми заказчик выставляет претензию. Часто речь ведется о том, что даже при выставленной претензии у нас нет никаких действий в связи с тем, что сторона, к которой мы выставили претензию, она никак не отреагировала. Претензионная работа продолжится, говорят в управлении образования. И к этому вопросу народные избранники вернутся в апреле. Остальную информацию о проверке, а именно, было озвучено, что в ходе ремонта срок выполнения работ дважды продлевался на снивании заключенных дополнительных соглашений. Также увеличилась общая стоимость капитального ремонта здания бассейна. С учетом выполнения дополнительных работ она составила 33 млн 586 700 рублей. Все это изложила контрольно-счетная палата, а парламентарии приняли к сведению. Евгения Константинова, Сергей Сузев, телекомпания «Сольтовая». На депутатской комиссии по социальной политике у народных избранников возникли вопросы к докладу о том, как обстоят дела в плане появления в северной части Соликамска объектов социальной инфраструктуры, а именно физкультурно-здоровительного комплекса с бассейном и новой детской поликлиники. Какие вопросы были озвучены, смотрите далее. Городские власти предлагают народным избранникам подкорректировать решение 27 декабря 2023 года. Напомним, в прошлом году депутаты округа приняли единогласное установление дополнительной меры социальной поддержки мужчин Соликамского округа, которые решат заключить контракт на военную службу и отправиться на СВО. 100 тысяч рублей единовременно с 1 января могли получить соликамцы, зарегистрированные по месту жительства на территории Соликамского округа. Именно в этот пункт и предлагается поправка. Граждане не только зарегистрированы по месту жительства, но и по месту пребывания на территории Соликамского городского округа. Тем самым мы расширяем круг лиц, которые имеют право на меры дополнительной поддержки. Депутаты поддержали поправку. Отметим, что узнать подробности об оформлении единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей от властей округа можно в военкомате Соликамском. Необходимые контакты на вашем экране. Кроме этой социальной поддержки, положительное решение получило предложение компенсировать траты на проезд школьникам 10-11 классов и студентам, проживающим в сельских территориях округа. В 2023 году данной меры социальной поддержки воспользовались 61 обучающиеся на общую сумму 324 568 рублей 50 копеек. Данная мера социальной поддержки стала хорошим подспорьем для детей, которые имеют небольшой бюджет, не относятся к малоимущим, но, тем не менее, они нуждаются в дополнительной помощи со стороны государства. Данная мера поддержки имеет заявительный характер. Узнать подробности можно у классных руководителей. Компенсация будет действовать в этом году. Евгения Константинова, Сергей Сюзев, телекомпания «Соль-ТВ». Далее прогноз погоды на завтра, после чего мы вернемся и продолжим. Не переключайтесь. Спасибо, что остаетесь с нами и мы продолжаем. В рамках направлений региональной программы «Комфортный край» планируется реализовать 267 мероприятий по благоустройству в территориях региона. Прямо сейчас подробнее об этом и не только смотрите в нашем кратком обзоре новостей. Уже можно. В отдаленных территориях Российской Федерации началось досрочное голосование за кандидатов в президенты. Отмечается, что подать голос раньше установленных сроков могут избиратели на судах, охотники, рыбаки, лесозаготовители, горнорабочие, работники маяков и заповедников. Право определяет труднодоступные отдаленные местности, где можно провести досрочное голосование. Есть у 37 регионов. Программа в действии. В 2024 году на финансирование программы по заключению социальных контрактов направят более 31 миллиарда рублей, сообщают в правительстве Российской Федерации. По информации от Минтруда, более 80% соцконтрактов в России заключены семьями, которые воспитывают детей. Напомним, участники программы получают возможность открыть свое дело или развивать личное подсобное хозяйство. На годы. В регионе разработана стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2035 года. Документ, позволяющий раскрыть экономический потенциал региона, был согласован с Минэкономразвития Российской Федерации. Как отмечают в правительстве края, упор в развитии региональной экономики будет сделан на повышение качества жизни населения через концентрацию ресурсов по шести ключевым направлениям. Развитие территорий. В рамках региональной программы «Комфортный край» проходит благоустройство и строительство по девяти направлениям. В 2024 году реализуются такие, как новый клуб, школьная остановка, качественное водоснабжение и строительство крытых ледовых объектов. В рамках этих направлений в Пермском крае в текущем году планируется 267 мероприятий, на общую сумму более полутора миллиардов рублей. Личная встреча. До 5 марта жители Соликамска могут записаться на прием к руководителю управления Росреестра по Пермскому краю. Запись доступна по номерам на экране. Сама встреча по вопросам Государственного земельного надзора и иным в рамках полномочий управления состоится 14 марта в Перми по улице Советская, 64. Переходим к другим темам. Судебным приставам Пермского края требуется помощь неравнодушных жителей региона. Представители органовласти разыскивают братьев-близнецов Кустова Серафима Дмитриевича и Кустова Семена Дмитриевича. 14.02.2007 года рождения. По информации от приставов, 16-летние молодые люди зарегистрированы в селе Льовино Большесосновского района Пермского края. Однако по месту регистрации не проживают, так как мать подростков, лишенная родительских прав, их скрывает. В настоящее время местонахождение ребят не установлено, проводятся разыскные мероприятия. Сообщить какую-либо информацию о нахождении подростков можно по номерам на вашем экране. Салькамцам в четвертый раз предстоит сделать выбор одного из городских пространств для преображения в следующем году. Среди победителей прошлых лет, которые уже изменились к лучшему, были Потемкинская лестница и пляж в Боровой. В голосовании 2023 года победило дальнейшее благоустройство Калиникова парка в Боровске. Работы должны начаться уже в этом году. А какие территории предложены на выбор жителей в 2024-м, расскажет Антон Старостин. До 31 января администрация Соликамска принимала предложения от жителей, какие территории они хотели бы видеть более благоустроенными. На днях в управлении благоустройства огласили шорт-лист кандидатов, допущенных к весеннему народному голосованию. Это четыре городских пространства. Не первый раз среди участников территория за домом по адресу Северная, 58, а также территория у пруда на Клистовке. И два новых кандидата. Это старый сквер с тополями на Красном, который появился там вместе с жилой застройкой микрорайона. Этот сквер мы планируем, если он будет признан победителем, прочистить вот эти поросли излишни, убрать деревья аварийные, засадить деревья новые, обустроить дорожки, прогулочную зону, ну и мафы. И четвертый кандидат на преображение территория за бывшей усадьбой купеческой династии Турчениновых. Относительно небольшой площади предлагается присвоить название сквер Турченинова, сделать здесь ландшафтное озеленение, декоративное искусственное освещение, скамейки и прогулочную зону. Проголосовать за один из четырех представленных проектов смогут соликамцы старше 14 лет. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что для каждого человека важно, чтобы рядом с его местом жительства были комфортные и благоустроенные парки, скверы и другие общественные места. Благодаря федеральной поддержке нам удается преображать пространство даже в самых отдаленных уголках нашего родного края. Эти места становятся точками притяжения жителей в территориях, в них приятно гулять и отдыхать всей семьей. Напомним, голосуют за улучшение в своих территориях жители всех городов России в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным. И у нас уже есть несколько мнений жителей, которые ознакомились с дизайн-проектами. Я думаю, вот эта территория, которая возле усадьбы Турчениновых, то есть между Русью и усадьбой, то есть туристическая привлекательность, идешь по центру города, а там трава, бурьян, такая непонятная территория, а так если ее благоустроят, это, мне кажется, будет очень симпатично и лаконично. Ну, наверное, это сквер на Северной, я как житель Боровска, наверное, отдам свой голос за этот вариант. Я ежедневно езжу из Березнякова в Соликамск по работе и очень часто проезжаю в город через Красное. И так вот хотелось бы, чтобы, когда въезжаешь именно в этот район, справа наблюдать симпатичный сквер. Я хочу, чтобы у нас в городе появилось еще одно благоустроенное место отдыха людей у воды, и за это я проголосую за пруд на Клистовке. С 15 марта по 30 апреля 2024 года соликамцы смогут выбрать территорию для благоустройства в 2025 году. Житель сможет выбрать только одну территорию на единой платформе 59.городсреда.ру или при помощи волонтера. Обязательно проголосует Антон Старостин, Сергей Сюзев и вся телекомпания Соль ТВ. И в завершении выпуска мы уже не раз рассказывали о ребятах из проекта «Солидные люди». Они помогают в благоустройстве общественных пространств и культурных учреждений Соликамска. С конца минувшего года стартовал новый масштабный проект «Солидный возраст 55+,» созданный для старшего поколения при поддержке компании «Уралкалий», входящей в группу «Уралхим». На все подробности этого проекта расскажет наш корреспондент Сергей Стерхов. Проект «Солидный возраст 55+,» поддерживается компанией «Уралкалий», входящей в группу «Уралхим». Его участники – люди серебряного возраста, обучаются работе с мессенджерами и ведению социальных сетей, занимаются физической активностью, посещают экскурсии и мастер-классы и просто душевно вместе проводят время. Проект стартовал в ноябре прошлого года по инициативе депутатов Законодательного собрания Пермского края Эдуарда Витисяна и Павла Кузьмина. Денежные средства на реализацию проекта выделила компания «Уралкалий». Сегодня к нему присоединились жители Родников и Тахтуева. В гости к участникам в селе Родники приехал Павел Кузьмин. «Мы запустили замечательный проект вместе с моим коллегой Эдуардом Аветисяном при финансовой поддержке компании «Уралкалий» по досуговой занятости старшего населения. Солидный возраст 55+. Данный проект прошел на Ура в прошлом году, но были предложения запустить этот проект в сельских территориях. Проект рассчитан на весь год в разных локациях, с разными мастер-классами. Что-то будем менять, что-то будем добавлять. Все в зависимости от потребностей жителей нашего округа. Всего в проекте примут участие более 40 человек. Пока по плану встречи с психологом и врачом для профилактики здоровья. Спортивные мероприятия, посещение социальных кинозалов и многое другое. А также неформальное общение с депутатами-колейщиками. Проект сразу нашел отклик в сердцах сельчан. Они активно участвуют в самодеятельности и не пропускают ни одной встречи. А главное, они чувствуют себя нужными, членами одной большой семьи. Программа «Солидный возраст» для нас – это возможность проводить больше времени друг с другом. Именно привлечь людей старшего возраста к активному долголетию. Когда-то казалось, что 37 лет – это очень много. Казалось, что уже старые. Сейчас мне за 60. Но этого возраста не чувствуется. Сегодня было очень волнительно и очень приятно, что у нас присутствовал здесь депутат Павел Кузьмин. И я думаю, что праздник получился. Люди солидного возраста – они самые благодарные. Когда с ними работаешь, от них такое тепло исходит. И, мне кажется, в обмен такой энергии все остаются в результате довольны мероприятием. Благодаря проекту «Солидный возраст» они встречались очень часто. Аж по два раза, по три, ну, в неделю. И для них мы проводили разного характера мероприятия и мастер-классы. Известные, интересные люди приходили к нам. И им очень понравились все эти мастер-классы. И они хотят, чтобы еще у нас точно так же вот этот проект был в нашем клубе. Следующая остановка – село Тахтуево. Мы приехали в самый разгар урока рисования под чутким руководством известной вершниками художницы Татьяны Соломович. Думаю, повешу, у меня уже два рисунка висит, интересные. Ну, нормально. В рамочку сделаем. И все, память. Память, то, что мы общаемся, то, что мы все вместе здесь. Оценил мастер-класс по рисованию и Денис Тонких, депутат Думы Сарикамского городского округа. Компания «Пауэллтарь» поддержала этот проект. Проект очень хороший на самом деле. И вы на самом деле сейчас стали солиднее. Во-первых, картины шикарные. Каждый выразил свои мысли на этих картинах цветами, своими цветами. Ну, что хочу пожелать, чтобы этот проект продолжался долгий год. Получается у всех, даже у тех, кто ни разу не брал кисти и краски в руки. Такие рисунки действительно приятно повесить дома. А далее чаепитие и своеобразное посвящение в членство «Солидный возраст». Прекрасные подарки, футболочки с логотипом «Солидный возраст», «Солидные люди». Впереди еще много встреч интересных и полезных, а также новых территорий, куда проекту еще только предстоит прийти. Желаем всем участникам по-молодому задорного и насыщенного солидного возраста на долгие годы. «Солидный возраст – это здорово!» Вот такой нам запомнится уходящая неделя. Ну, а с вами в студии была Евгения Константинова, за камерой Павел Денианинов. Будьте «Соль ТВ» и оставайтесь в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова